Всем привет! Сегодня мы будем рисовать вот такой вот красивый галактический пейзаж со звездами. Вот и для этого нам понадобится, я пользуюсь обычными красками санет питерскими и кисточки. Значит кисточки у нас вот такие сегодня будут использоваться. Это кисть флейтс широкая для смачивания листа бумаги. Основную работу мы будем делать вот такой вот кисточкой. Это волк, китайская кисть. Она берет в себя много воды. В общем можно сравнить ее с белкой. Я бы белкой рисовал, но белка у меня в два раза меньше размером, поэтому будем пользоваться сегодня волком. И понадобятся две синтетические кисти, самые обычные дешевые, среднего размера, номер 5 и номер 3. Еще также нам понадобится зубная щетка, какая-то старая, белила. Это у меня обычная гуашь белая. Вот стаканчик с водой, желательно два, у меня вот такой вот сдвоенный. Обязательно должна быть чистая водичка, просто еще одна. И я буду пользоваться вот таким еще спреем, но в принципе можно без него обойтись. Я буду рисовать на китайской бумаге Baohong. Это такая бюджетная бумага с Алиэкспресс, подходит для начинающих. На ней, конечно, сложновато работать, я думаю, чем на профессиональной бумаге, но что делать, мы с вами только учимся. В качестве палитры у меня будет вот такая вот большая тарелка. И главное правило, чтобы у вас все получилось, нужно, чтобы ваш лист постоянно был влажным, в любом случае не высыхал, иначе ничего не получится. Но не забываем, конечно, использовать бумажные салфетки. Заранее разведем цвет на нашей тарелочке. Теперь я опускаю широкую кисть в чистую воду, и надо нам смочить весь лист бумаги. И вот такими движениями наносим в ультрамарин по краям. Берем красный цвет, и уже ближе сюда идем, к центру. Следите, чтобы лист у вас был мокреньким. Споласкиваем кисть и добавляем желтый в центр. Теперь надо это высушить феном. Сейчас смачиваем весь лист, потому что нам нужно эти цвета углубить. Теперь мы ультрамарин смешиваем с черной краской. Теперь просто ультрамарин слой, без черной краски. Далее я смешиваю красную с ультрамарином. Получается такой фиолетовый. То же самое мы проделываем с нижней частью. И добавляем теперь в центр желтый цвет. Промываем кисть, конечно, иначе у нас желтый будет грязного цвета. Можно уже использовать чистую воду. Синтетику, пятерочку, я ее смачиваю в воде. И вот таким вот движением капаем чистой водички. И у нас в этих местах цвет выбирается и светлеет. Вот и получается очень красивый эффект. Бледно-бледно-фиолетовый такой получился. И тоже вот сюда куда-то капнуть. Можно где-то даже поярче вот так, наверное, капнуть. В общем, смотрите на ваше усмотрение. На ваш вкус хватает еще темного цвета вот здесь вот сверху. Поэтому я воспользуюсь спреем. Можно просто, конечно, смочить кистью. Но это у меня такая фишка. Я осваиваю использование спрея. Я кисть споласкиваю. И вот эту границу я прохожусь по ней чистой кистью. Чтобы убрать резкую границу перехода цвета. Кстати, ультрамарина добавить, чтобы посимпатичнее было. То же самое проделываем с нижней частью. Я провела при помощи линейки и карандаша вот такую линию. Она должна быть чуть ниже середины. Чистой кистью. Размываем границу. Пока это еще все не успело высохнуть. Потому что я говорю, что эта бумага очень быстро сохнет. И поэтому, конечно, если вы новичок, то вам придется нелегко с ней. Но зато, когда вы потом купите хорошую бумагу, вы уже будете как профессионал рисовать. Ну, теперь можно еще немножко взять и где-то добавить волны. Чтобы сделать отражение от этой горы, можно немножко задеть цвет черный, и он у нас поплывет вниз. Это как бы у нас будет такое отражение. Этого зеленого добавить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, мы добрались до самого интересного. Теперь мы будем делать звезды. От зубной щетки получаются очень мелкие такие звездочки. Поначалу сомневайтесь, можно попробовать на какой-то бумаге. Берем кисть. Вот обычная вот такая мне пятерочка. Можно сразу либо опускать туда в тюбик, либо на палитре развести. Вот. И правило такое, что чем больше у вас воды на кисти, тем крупнее и прозрачнее будет капли. Поэтому нужно что-то такое среднее. О, пошли большие капли уже. Что-то их тут много. Ну ладно. Да что-то мне вот тут не хватает. Может, я думаю, птичек, что ли, меня на горизонте каких-то нарисовали. Если вы боитесь сразу краской рисовать, потому что если вы нарисуете темной краской птичкой, то ее уже просто никак не смыть будет. Я сначала карандашом так прикидываю, чуть-чуть слегка рисую. Ну что, настало время посмотреть, что у нас получилось. Это самый такой приятный момент. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео, и вы для себя какие-то узнали новые приемы, о которых я еще не рассказывала. Я сама еще только учусь. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok